а вот первое видео по которому вообще не подготовились вот честно вот просто взяли два сабвуфера есть идея что вам рассказать и наверное это будет рубрика просто общение с вами сегодня мы будем общаться на тему сабвуферов которые очень хорошие суперкрутые но скорее всего вы их никогда не купите и никто у нас не покупает они у нас есть могут они просто стоят вот на эту тему разговор очень в принципе разговор о хороших качественных сабвуферов на повседневно начнем как всегда с комментариев да а этот почему у нас андреевич у ездил на соревнования не ездил тоже можно это если захотите напишите об этом комментариях я видос в телегу закину вот чуть приболел вышел на связь андрей съездил нас на соревнования можно сказать нельзя положил один усть на форде наверное нельзя но у андреевич спросим если разрешит расскажем и форт уходит полный rebuild то есть скорее всего совсем скоро вы увидите видос где мы полностью взорвем форда все разберем хочу будет дальше пока не понятно ладно вернемся роликам к роликам и конькам давай по комментариям пройдемся так купил сабвуфер oris lvd 2 12 подключил его к усилителю df 600 пыхнул ровно за одну минуту словил клип из-за того что на регуляторы сабвуфера были неправильно обжаты наконечники джайз завода только я подошел к усилку и хлопок и дым не защиты ничего на заметку ребят проверяйте сразу прежде чем подключать регулятор потом влажная история о том что вы ничего не делали я не виноват вам никто не поверит кстати да на многих сабвуферов очень важная информация тех кто смотрит вам повезло стендовая про искать на многих усилителях регули косячные в регули могут дать дыма то есть сам регулятор заниматься из-за регулятора может заниматься усилитель из-за регулятора очень частая проблема когда сабвуфер имеет ход на нулевой громкости то есть у вас громкость там минимальная особо диффузор динамика ходит то есть ловится наводки много еще чего поэтому если у вас какие-то проблемы с сабвуфером первым делом если у вас есть регулятор всегда его отключаете и при первом запуске тоже подключайте регулятор сразу же до того как вы включите усилитель не надо на горячую когда у система запущена вспомнить при регулятор и вставлять этот разъем усилитель тоже ничего хорошего не будет это обязательно так нужен топ сабвуферов до 20 тысяч рублей это у нас комментарии ролика до 10000 рублей топ до 20000 рублей мы снимали уже кто если кто то не видел то есть топ сабвуферов рубрика там у нас есть до 10000 рублей и до 20000 рублей мы подбирали сабвуферной динамики поэтому есть интересно дания здесь у нас ссылочка так первый саб был кикер 12 от какого-то двухканальников в 2012 посчастливилось приобрести сандаун аудио са 12 4 плюс 4 играл он от кикса qs 1 900 это в двенадцатом году был разрыв это реально было круто qs 1 900 очень хороший моноблок это не 900 ватт там много больше мощности это по моему заявка qs 1.900 900 в 4 если не ошибаюсь и сандаун аудио са 12 когда по тем временам это было легендарный сабвуфер очень крутой но хотя там была катушка там порядка двух с половиной дюймов и ничего сверх естественно но это был сандаль знаменитый санда всем нравилось так что у нас еще аудио нова 12 очень хорошо играет в за я ездил фи плюс минус 47 литров настройка 38 прям впечатлил потом pride onyx 12 поставил но что-то совсем не зашел аудио нова двенашка бесспорно самый крутой сабвуфер в своем бюджете там до пяти тысяч паш до пяти или больше ну короче про не пяти тысяч рублей сабвуфер стоит ничего лучше вам никогда в эти деньги не посоветуем аудио нова просто огромный поклон компании динамик стоит за этот сабвуфер так первый единственный сап у меня edge я про edge вообще ничего не знаю честно нас никогда их не было и вот эти названия ед 7200 дефис е1 я не понимаю что это за сабвуфер вот ему лет десять вот думаю можно ли динамик заменить и усилок внешне подключить а это наверное если внешний силок активный саб но активный сабвуфер это активные сабвуферы проник сразу же снимая его ставь обычный сабвуфер обычный корпус обычный усилитель ты офигеешь какой там будет прирост так что у нас доброго времени феникс black bass будет хуже или лучше файтера в размере 10 честно не знаю я феникс опять же это дель аудио про дель аудио тоже мало что знаю небольшой ролик про дель аудио сабвуфер был в принципе это ко всему бренду относится не только той модели которые мы снимали поэтому в принципе и в том ролике есть ответ на этот вопрос почему про дель аудио мы ничего не рассказываем вот первый был magnum десятка кстати мой первый сабвуфер такой прям громкий до проводжи до всего это тоже был магнум магнум 15 от компания alphard group порвал крышку багажника у 99 ну это навряд ли это вот истории такие magnum десятка 1 порвала крышку багажника детки это я сильно сомневаюсь потом гонял спрайт джуниру про если не ошибаюсь сейчас стоит мф-12 рата там про 2000 девятом ланцере следующий будет 272 дефбонса может 32 пока думаю но в любом случае alphard собранном и на бренде пока не нашел что-то даже близко похожее и думаю не найду уже пятую машину собираюсь исключительно на альфарде от sql до spl если думаешь меняется уже сразу 302 ставь не надо вот эти полумера 272 есть у тебя стоит двенашка fighter 272 разница почти никакой не будет поэтому ставь сразу 302 и усилитель помощнее так что у нас еще первая моделька в обзоре аудио новая с w-252 в двенадцатом размере как будет называться в двенадцатом размере аудио нового называется sw 302 так это у нас тут все про сабвуферы первый был молод 10 но у всех были вот две штуки мост мистери мо 12s мошка от кикску опять же этот quiz 1.900 в одиннадцатом году был разрыв слушаем мистери если мы найдем новые мистери мы обязательно магазинку модель мо 12s это прям легендарочка очень крутой сабвуфер где сейчас кикеры и итаны то вот лежат вы их не покупаете и об этом как раз такие ролик давай поговорим сабвуферный динамик kicker l7 или сабвуферный динамик герц mp250 это два динамика которые но супер крутые по подаче баса ну вот прям супер не хватает в этой подборке еще джейли аудио какого-нибудь w7 но джейли аудио вообще сейчас не доставить в россию поэтому с ними прям проблему но он тут обязан быть потому что ролик и посыл мой в этом ролике для вас больше пообщаться с вами и чтобы вы ответили на мой вопрос вы часто мне в комментариях задаете вопросы я стараюсь и в коментах отвечать и вот на видео уделяю этому времени но тут у меня реально вопрос для вас потому что мне интересно вы спрашиваете пишите про кикеры про итаны и про герц тоже никто не покупает эти сабвуферы продаю я сам то есть если ко мне приедет установку автомобиль и я скажу что это сабвуфер хороший мы его поставим если вдруг кто не знает вот это золотое правило установочного центра прислушиваются к руководителю проекта автомобиля они каким-то комментариям сколько бы вы не смотрели обзоров и не подбирали себе оборудование если вы приедете установочный центр и попадете на грамотного специалиста он вам точно посоветует то что вам нужно потому что он больше вас в это понимает и вот тут такая же история если вы приедете с той задачи под которой эти сабвуферы нужны я вам их посоветую но вопрос уже хватит ли у вас бюджета на эти сабвуферы потому что на минуточку данные сабвуферы в 10 дюймовом размере с мощностью примерно 500 ватт рмс ну там плюс минус понятное дело будут стоить от 30 до 40 тысяч рублей от 30 до 40 потому что оборудование у нас так скажем забугорные ну и вы все понимаете от курса зависит и от того через какую страну и будут в россию ввести есть с этим проблемы но опять же если вам нужно если вы хотите если у вас много супер денег то и джейль аудио то привезем это понятно но давайте про эти сабвуферы если вдруг вы рассматриваете себе очень хороший сабвуфер и у вас нет ограничения по бюджету и вы хотите себе поставить сабвуфер для классной подыгровки на всех жанрах то наверное это видео наконец-то вас и попал вы посмотрите такое долгое предисловие по нашим комментариям если досмотрели до суда то поверьте сейчас я вам объясню зачем вам этот сабвуфер нужен первая модель про которую я хотел бы с вами поговорить это кикер салабарик легендарный сабвуфер вопросов нет все про них когда-либо слышали если вы не слышали про этот сабвуфер наверное вы только там вчера начали заниматься увлекаться аудиосистемами про салабарик знают все и все вопросов нет идеальный сабвуфер и в чем его идеальность ну во-первых вот этот вот квадратный диффузор не просто здесь так это не красота это конечно же фишка фишка кикера но удержать в модельном ряду квадратный сабвуфер на протяжении такого количества времени а на минутку этот сабвуфер если не ошибаюсь ему пять или шесть лет этой разработки и он до сих пор актуален и есть автомобили в которые эти сабвуферы устанавливаются так вот этот сабвуфер выполнен в квадратном размере не просто так и вот этот рельеф у него здесь не просто так так скажем этот дед или даже уже прадет сабвуферов прайд м-серии то есть на прайдах вы видели вот такой репленый подвес для чего это сделано для того чтобы когда у вас при работе подвеса при диффузор динамика ходит у вас на вот этих углах появится залом если у вас круглый сабвуфер на большом ходе динамика там появляются залом и вот для того чтобы у вас этих заломов не было изготовлен вот такой вот подвес это первый то вот самый первый кто применил такую технологию был кикер за счет того то что на квадрате очень сложно контролировать ровный ход у них этот подвес работает именно так как он должен работать что касается в чем смысл этого квадратного динамика сабвуфер типа размере 10 дюймов но при этом рабочая площадь привет дл аудио этот как легенд рабочая площадь 10 дюймового динамика 11 дюймов то есть у него фактическая рабочая площадь и вытесняемый объем воздуха больше чем у десяток за счет это за счет этого такая корзина и имеет смысл вы покупаете десятку у вас в машине место под десятку ну конечно же объем под корпус надо сделать чуть побольше нежели под обычную десятку но при этом вытесняем объем больше что касается вообще конструктива и самого этого динамика динамик выполнен на штампованные корзине на самом деле американцы что-то не сильно заморачиваются и в плане корзины здесь все просто это обычный штамп покрытый так скажем раптором то есть антирезонансное покрытие магнитная система здесь довольно уверенные для номинала сабвуфера сабвуфер номиналом у нас даже кстати надо показать на коробке потом там даже показана шкала в каких мощностных характеристиках сабвуфер может работать уже какой-то профессиональный подход есть дальше что касается шайбы напомню что сабвуферу уже более пяти лет и мы здесь можем увидеть тоже одну из технологий которую часто сейчас применяют но она очень старая технология центрирующих шайб которые применяются уже много где на этом сабвуфере сколько ему там уже больше шести лет была уже применена и эта технология как раз таки и помогает в линейности хода сабвуфера чем от обычный шайб вот увеличиваясь поближе шайбу и можно посмотреть то что внешняя внутренняя часть шайб она отличается и на ощупь даже если потрогать то видно что сабвуфер работает вот этой поверхностью на малой мощности а вот это то есть вот этой поверхности на малой мощности а вот это на большей мощности то есть чем больше хода тем большая жесткость у шайб не новая сейчас в наш в наше время но тогда это было очень круто и по сей день этот сабвуфер сейчас есть на рынке и продается и вы можете его приобрести у нас заказать вот ссылочка ниже есть вот вот прям с этого ролика можете заказать его к себе домой прям с доставкой но цена сабвуфера для его характеристик как будто бы всем сейчас дорого так просто без консультации такой сабвуфер у нас не покупают то есть если у нас мы возьмем наш любимый сабвуфер про который кричат из каждого угла helix k10s у нас его это сайте покупают и просто за ним приходят и установки понятное дело часто и уставим потому что опять же цена с характеристикой сеточкой с дизайном все круто в районе 20000 рублей но сейчас без альтернативная вещь что не скажешь про кикер который больше 30 тысяч рублей ну и тут запариться с установкой этого сабвуфера а вот наверное один из лучших сабвуферов для с q именно для с q то есть еще кикер мы можем рассмотреть вариантах под фи короб под еще какие-то вещи может быть даже под негров тут прям четко сабвуфер спроектирован для того чтобы получить максимальное качество звучания я конечно не хочу говорить о том то что это только и сабвуфер для закрытого ящика конечно же фаза инвертор его ставили и мы но в этом плане подход у сабвуфера прям максимальный сq сабвуфер герц модель мили mp250 сабвуфер полностью разработан компанией герц и это тут нет никаких ворованных технологий или готовых технологийского китайского завода то есть начиная от диффузора подвеса корзины шайб и магнитная система все герц именно и разрабатывал и этот сабвуфер один наверное из лучших по подаче баз в автомобиле по его мягкости по его точности тут вопросов нет будет играть любую частоту хорошо подберите объем к сабвуферу то например в данном случае там поработайте с оформлением посмотрите примерно в районе там 25 литров если там 20 литров то там наберитесь антипона и так далее именно поиграйтесь не просто возьмите поставьте ящик а именно поработайте с оформлением сабвуфер точно вас удивит чем плохо и почему покупают редко самое главное это опять же цена цена у него ближе к 40 тысячам рублей да не меня поддержит часы и напишут вам цену но опять же если вы хотите его заказать или купить просто по ссылочке ниже можете его заказать себе домой или прийти к нам в магазин послушать его даже в коробе если вам это интересно про короб кстати не сказал про кикер вот кикер там смотрите там вот если в этом случае вы еще можете со стандартным объемом поиграться там в районе 20 литров то вот кикеру там примерно от 30 как павел сказал от 27 или 27 до от ровно 27 но можно и повыше опять же синтепончиком можно поиграться если фаза инвертор то там тоже чуть побольше объема нежели на стандартный динамик рассчитывайте с кикером он паша уже отсюда кричит 55 литров на 10 сабвуфер о расчет коробов ну кстати если нужно расчет короба под сабвуфер напишите павел время уделить как бы по багажнику автомобиля и по самому сабвуферу посчитает и под те звуковые жанры которые вам необходим вам ящик тоже таким занимаемся но редко чаще всего для наших любимых клиентов так для расчета машину пригонять обязательно просто расчеты какие-то в интернете для корпусов к сожалению не делаем подводя итоги этого ролика который наверное мы назовем базар потому что тут просто мы поговорили с вами я жду от вас комментариев купите ли у себя такой сабвуфер и на какие сабвуферы вы рассчитывать потому что ну чаще всего 90 процентов там наши покупатели покупают сабвуферы в бюджете там до 20000 рублей выше никто никогда не смотрит а если кто-то и смотрит выше 20 то это обязательно спл там прайтом 25 и так далее но есть вот такие легендарочки которые прям очень хорошо вот играть вашей машине чуть подождите я думаю найдем клиента который которому подойдут музыкальные предпочтения его и его бюджет в автомобиле к данным сабвуфером и в установке вам их покажем в деле как минимум видео из последних вы можете посмотреть герц стоял у нас в гелике для в гелике то есть используем данные сабвуферы работаем с ними но это все все реже и реже чаще всего нужен жесткий спель либо такое средненько из к в районе 150 тысяч рублей кстати про средненько из q очень много комментариев было из последнего ролика где мы рассказывали в бюджетные ски и я говорил о том то что процессорный усидитель это самое важное начали мне рассказывать там какие-то дорогие бюджеты я практик там люди которые в комментариях сами себе машины собирают и какие-то теории выдвигают я вам говорю то что происходит на рынке именно автозвука от лица магазин и самая стандартная система сейчас в бюджете 150 рублей это процессом силе хеллион динамики так далее вот все про что это лдычу все это время если интересно еще на тему поговорить бюджетов и стандартных сборов ски тоже напишите об этом комментарии но с ним следующий раз ролик они пишутся быстро но мне именно и интересно вот это обратная связь как будто вы пришли к нам в магазин и я с вами пообщался такой формат роликов мне больше всего заходит чем стоять тут заумно рассказывать какие динамики классные которые к нам из новинок приехали для того чтобы их продать ну вы понимаете тоже чаще всего ролики записываются для того чтобы найти целевого покупателя под те динамики которые новинка пришла если записал ролик конечно же продавать их проще но куда мне интереснее общаться с вами получать от вас обратную связь и понимать в какую сторону развивать продажи наших систем какие у нас целевые покупатели ну и что на установку чаще соезжает пообщаться всегда люблю поэтому пишите комментарии либо вот внизу есть контакты ватсап вы можете прям лично мне написать если у вас вопросы по установке либо вы хотите уже записаться в работу либо хотите рассчитать систему в общем всегда на связи с вами магазин баслайн и следующий ролик зависит от вас будем смотреть что вы напишите комментариях всем пока